Они не верующие. Не хотят быть. Конечно, я не все выполнил. Что-то я не вижу. Где малыши-то? Сколько их там? Трое? Последние. Матушка нам давала, мы сварили посоленые. Ребятишки выразили. Во сколько? В час или в двенадцать? Двенадцать уже было. Двенадцать, да. Двенадцать. На занятия кто-то придет, а кто-то и не приходит. Ко мне вопросы какие? Там дорога открыта в любое время. Когда приезжаете, мы вас ездят заезжать или что-то такое. Мы уезжаем в среду, если Господь позволит. Мы договорились, нас брат Андрей подойдет. Я попрошу сейчас троих ко мне зайти. Можно было бы четверых даже. Иосиф, Алексей, Исаакий. Я передам голубей. У меня забота о голубях. Так, Игорь, у тебя отходы будут иначе? Пока нет. А? Пока нету. Ну, пока нету. Я если мешки оставлю или как-то... Голуби добавляете? Оставлю. Потому что я года три уже не брал тогда. У меня все хорошо. Голубей... Молодовато вроде. Около сорока остается. Да. Ну, все как надо. От батюшки известий особых каких-то нету. И вот смотрите, какие у нас сложили соотношения. Батюшка перед тем, как уезжать, за месяц раньше он связался с митрополитом. И он выдал ему документ. Документ, удостоверение, что Лапкину, и Акиму, и Тихонову еще, значит, отпуск. Разрешается там за пределами местной епархии. Имеет право присещаться. Ну и проще. Что имеет общение, полное общение. Через, как у нас осталось, через нашу митрополию. То есть, если кто-то скажет, а что это за это? То есть, мы относимся к русско-православной зарубежной церкви. По сегодняшний день. И когда приезжает архиерея, ни разу, никогда не вспоминает Илариона. А больше где-то вспоминает, нигде в всей стране нету. Нигде. За патриархом. А почему мы всегда признавали благодатность московского патриархии? Никогда по-другому не было. И он не состоит под судом и под следствием. Я-то тоже первый раз встретил. Под судом понятно следствие. Почему? А такие, как Глеб Грызовской, несколько лет под следствием. Снимите сам. Снимите. Он такой-то, такой-то. Сам не снятый. Он под следствием состоит. Да и суд выйдет. Он подал опровержение. Высшие инстанции сам не снимаются. А если будет доказано, ну, высшее руководство там тогда решить. И он пришел, батюшка открыл на месяц. Ни одного дня он больше не будет там. Вот эта справка как раз показала, какой путь мы избрали. Потом мы его не избирали. Они сами нас подтолкули на это. Когда тогда пошли совещания, то чтобы в каждой общине прошло собрание, как они насчет того, чтобы признать благодатность московской патриархии. А они, чтобы зарубежную церковь не раскольниками никак, а признать. Ну, мы провели собрание и сказали, мы... Ну, батюшка два раза был в Америке его. Избирали от юрисдикции. Ездил с епископом вместе. Как? Мы не знали как, но мы были за то, чтобы общение признать. Мы его признавали до этого. Нам не было в новинку. А тогда батюшку долбили со всех сторон. Те, которые в зарубежной были, уже здесь перешли. А, вы признаете московскую патриархию благодатной? А я когда был в Синоде, и я это говорил, я отношения испортил прям одним разом. Как? Их признавать, когда они чекисты все продали, от мучеников отказались. Они такое делают... Вы меня спросили, я мог бы не отвечать. Но я ответил. Но мы никакого общения... То есть, при священии никогда нигде не было. А то у нас и сейчас этого нету. А когда батюшка уезжает, он митрополиту говорит, если случится, кто-то умирает, что-то срочно... Ну, надо священников такового. Он говорит, Беляева отца Сергия. Мы его знаем. Он хорошо. Так и здесь. Теперь, когда Ах признание, они сразу говорят, раз, я говорю, на этом они не остановятся. Она будет ее втягивать. Зарубежный церковь размолотить. Батюшка говорил об этом. Тринадцать юрисдикций уже было тогда. Которые... Агафангел, Пасий... Омский Тихон. А тот Пашковский. Разные, разные, разные. Друг друга тоже не признают. Мы могли пристать к любой, который сохранили епископат. Но у них есть один пункт, который нам никогда не перейти. Признать безблагодатность Московской Патриархии. А мы на это никогда не шли и не пойдем. Если безблагодатны, нас батюшка никто. Он там рукоположен. Ну и дальше-то, куда это идет? То есть, Господь нам дал понятно. Мы сказали, какое решение будет. Речь не об объединении шла, а признанию канонического общения. Канонического. То есть, причащаться можно. Многие едут сюда, причащаться нельзя. Ну и люди некоторые переходить стали. Мы в конце говорили. Какое бы решение не приняли в Синодии, мы его примем. Скажут, признать благодатность Московской Патриархии. А мы ее и признавали. Скажут, не признать. На это они не придут. Многие так и не признают. И поэтому, вот эти поездки батюшки, нам они ничего не дали. Почему? Мы уже в этой стадии были. И те, которые были против нас, они первые соединились. Нас только этими своими длинными одеждами по голове шоркнули. Перепрыгнули и все. И теперь, а вы не хотите? Нас не надо толкать. Это не было решено ни на одном совещании, которое там было за рубежом. Не было слова об объединении, даже произнесено. Второй раз ездил там. Виктор Андреевич Яковлев у нас был. Они не разрешали записывать. А то вообще вещь неслыханная. Не снимать. Да это что? А то у советских не... Сегодня пять мест, где не разрешается снимать. Если вы понимаете. Вот я пришел к прокуратуру здесь. Она сидит, пишет. Я ее снимаю. Я не знал, что это начальник, который против нас будет. Я стою и все снимаю. С Игорем зашли. Вернулся. Опять снимаю. У него в кабинете. К нему зайти. Он сказал не снимать. Тут это другое. А просто прокуратуру секретаря. Мы все снимаем. Почему? 330-я статья Уголовного кодекса. О чем говорит? Что человек или нет. Уголовная статья, если тебя запрещают. Первое, где запрещено снимать, называется закрытое заседание Государственной Думы. Закрытое. Все время снимают, они выставляют в интернете. Но бывает что-то срочное, закрытое, где решили дать Путину права вводить войска в Украину. Из-за Крыма, когда было. Этого нигде не появилось. В печати это было. Надо дальше смотреть. Что разрешено? Где разрешено? Второе. Съемка военных кораблей. И притом из военных кораблей. Дальше. На территории. На территории. Таможни. Вот здесь. И когда выйдешь на улицу снимать. Я начал. Здесь не разрешается. Я говорю. Почему? А, закон вы разве... А, вот все. И не стали. Нельзя. Нельзя. Это три и третье место. Четвертое и пятое. Это окажется в министерстве электрофикации, газоофикации и электричества. Все. Все остальные места свободные. В Мамонтово был? Судьи же нельзя снимать. А? Судьи же нельзя снимать. По разрешению судей. По разрешению, да. Мы вот пошли сейчас в суд был. А я не слышу. Я Себастьяну сказал. У меня с собой. Вот он лежит. Вот он. Аппарат. Я говорю. Попроси разрешение. А он судья один. Там прокурор кто сидит. И судья. Он говорит. Плохо слышит. Дома он проверит. Как говорил. Судья не на личное решает. А обратился к секретарю. А секретарь сидит там тоже майор. И это прокурор. А они говорят. Да мы не против. Судья дал добро. Ни письма. Ничего просто. Я сразу достаю. Я даже вставать не стал. И все снимал. А дома я свободно прослушал. То есть это нейтрально. Иногда бывает там. Касается малолетних детей. С ними нехорошо поступили. Или бывает задействован. Кто там. Массовые убийства там было. Тут судья решает так. Ну. Он должен как-то обосновать это. Почему запрещено. Почему. Вот. А остальное. Все везде можно. Я в Мамонтово был. Зашел в магазин. Обычно зайдешь в магазин. Даже в Кольщин. А что вы снимаете. Вот здесь. Было. Я не знаю. Какой день было. Приехал. Когда санэпидемстанция. Завьяла. Потому что несколько районов объединено. Там у меня. Один человек прибежал. В дверь колотит. Я даже испугался. Еще колотит. Там приехала комиссия. Надо что-то. Я на велосипед. Он у меня еще на ходу был. Сегодня я пешком. Проколол. Где-то. Или еще. Так. Я пришел. Прямо. Еще в коридоре включил. Зашел. Снимаю. А которые. Их видно. Что двое. Один старший ведет. А зачем вы снимаете. Зачем. Я говорю. Это наша история. Он больше ничего не сказал. Я говорю. Запреты не донеты. Это все. Я до конца снимал. Они с помещения в помещение. Вот два окна. Ходили. У меня все заснято будет в интернете. Ничего тут нет такого. В магазин зашел Хорщина. А что снимаете. А в Мамонто был. Я не знаю. То ли там работа идет какая. Я снимаюсь. Цены все. Бывает иногда где-то запрещают. И бывает суд. Еще не было ни одного процесса проигранного. Виноваты те. Вот меня остановили где-то. Ну дорогой мы ехали. Мы везде снимаем. Полиция. Берет. Пишет. Я снимаю. А один подошел. Видно под наркотиками. Вы что. А у вас на аппарат документы есть. Ну на аппарат документы. Проверка. На каком основании проверка. Какая-то у вас акция. Там закрытые входы. Нет. Ну и ему не понравилось. Как мы отвечали. И идти к начальнику. К начальнику. Идем. Идем. И все снимаем дорогой. К начальнику заходить. Тут нельзя. Уголовную розницу задержал. Пожалуйста снимайте. Но у нас внутри снимать нельзя. Все. Значит надо знать закон. Богу слава.